Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сегодня мы представляем вам новую рубрику, где мы будем делать обзор на автомобили, рассказывать об их косяках и эксплуатационных особенностях. Сегодня мы начнём вот с этого. Встречаем – Mercedes Vita. Кстати, эту машину продаёт очень хороший человек из «АвтоСтронга». Ссылочки на объявления будут в описании. Если ссылку удалили, значит уже машина продана. Поехали! Mercedes Vita 2-го поколения выпускался с 2003 по 2014 год. Эта машина сделана по классической схеме – с продольным расположением двигателя и задним приводом. Полноприводные версии тоже доступны. Vita – это коммерческий минивэн, а его роскошная версия бизнес-класса называется Viana. Но, тем не менее, и в комплектациях для Vita есть версии с достойной обшивкой и стильной внешностью. Как и полагается любому коммерческому европейскому минивэну, в Vita доступны два варианта колёсной базы. Стандартное расстояние между осями – 3,2 метра, в удлинённой базе – на 23 см длиннее. У Vita есть три варианта длины кузова. Укороченный и длинный задний свес доступны для стандартной базы, а для длинной базы доступен удлинённый задний свес. Также есть варианты с увеличенной высотой крыши, а в салон помещается вместе с водителем 8 пассажиров. Моторная гамма весьма разнообразна. Базовый и самый популярный двигатель – это рядная дизельная четвёрка. До 2010 года это мотор ОМ646, а после рестайлинга – это мотор ОМ651. ОМ646 развивает мощность от 88 до 152 л.с. Рестайловый ОМ651 – от 95 до 190 л.с. Любопытно, что объём у этих моторов 2143 см3 и 2148 см3 – это 2,1, но в большинстве случаев они обозначаются как 2,2. Топовый дизельный двигатель ОМ642 появился в 2005 году и развивал 204 л.с., а после рестайлинга – 224 л.с. Гораздо реже под капотами Vito встречаются бензиновые двигатели. Там все V6. Изначально это были моторы семейства М112 объёмом 3,2 и 3,7 литра, а затем с 2007 года начали устанавливать моторы семейства М272 объёмом 3,5 литра. Конечно, лучшие варианты – это дизельные двигатели, которые с небольшими вложениями и маленьким расходом топлива могут пройти без проблем 500 тысяч километров. Огнеупорные шайбы под топливными форсунками надо менять каждые 80 тысяч километров. Топливная система двигателя ОМ646 надёжная, живучая и ресурсная, а самое главное – ремонтопригодная. А двигатель ОМ651, как в нашем случае, это совершенно другой фрукт. Он тоже может пройти 500 тысяч километров, но серьёзные вопросы к нему имеются. Дело в том, что этот двигатель оснащён маслонасосом шиберного типа с изменяемой производительностью. Клапан, который регулирует давление масла, может подвести и тогда двигатель лишится нужного давления смазки при высоких нагрузках. Также есть информация, что шиберы могут разломаться. Есть рекомендации по замене этого маслонасоса каждые 200-250 тысяч километров. Двигатели ОМ651 в первые годы выпуска оснащались пьезофорсунками от компании Delphi, но показали себя плохо и затем были заменены на электромагнитные. К слову, на всех Vito стоят именно электромагнитные форсунки. Известны случаи, когда из-за неполадок одна из форсунок начинает лить топливо в цилиндр и это приводит к прогоранию или оплавлению поршня. Кстати, все упомянутые дизели и бензиновые двигатели семейства М112 мы разбирали в наших прекрасных разборках. Вот ссылочка на плейлист. Двигатели Mercedes Vito работали в паре с пятиступенчатыми и шестиступенчатыми МКПП, а также с надежным автоматом 722.6. Мы его, кстати, тоже разбирали, поэтому, если интересно, проходите по ссылочке и смотрите. По каким же причинам Vito, кроме регламентного обслуживания, может заехать на СТО? Барахлит, стартер либо генератор. Естественно, машина не будет заводиться, либо же напряжение зарядки будет недостаточным. В обоих случаях помогает ремонт с заменой реле регулятора либо втягивающего реле. Или же можно подкинуть БУ-стартер либо генератор с разборки. Вы знаете с какой. Также могут выйти из строя вентиляторы радиаторов кондиционера. В них отваливаются контактные провода из-за коррозии, которая вызвана реагентами с дороги. При больших пробегах у Vito могут потребовать замены подушки опоры двигателя. Об этом говорят сильные вибрации. Также при осмотре может быть найден треснувший демпфер опоры коробки передач. Мерседесы 2000-х годов плохо противостоят коррозии. И Vito не исключение. Коррозия появляется на кромках дверей, на порогах, на колёсных арках. Стоит осмотреть все окрашенные детали. Очаги коррозии и признаки кустарного ремонта на продажу обязательно должны вас отпугнуть. Также стоит осмотреть состояние крыши, потому что бывает, что краска вспущивается между панелями крыши и боковыми частями Vito. У нас кузов-звонок. Очагов коррозии на проблемных местах нет. Обратите внимание, что даже газовые упоры держат заднюю крышку, как молодые. Механизм сдвижной двери на бусах не самое сильное место. Дверь надо несколько раз открыть и закрыть. Она должна плавно скользить по направляющим и закрываться с ровными зазорами по всему периметру. Также считается, что кузов Vito обладает недостаточной жёсткостью. Бывали случаи, когда при попадании двух колёс в яму деформировались контакты сдвижной двери. Также, если кузов попадал в ДТП либо испытывал сильные нагрузки, сдвижная дверь может буквально болтаться. К тому же в салоне появляется много сверчков из-за этой проблемы. У Vito много версий и комплектаций. У нас самая гражданская версия – тренд. То есть, полная обшивка салона, также присутствуют все плафоны, ручки, крючки и очень много места для комфортного путешествия. Vito – это в первую очередь Mercedes, а вот затем уже автобус на 7-8 человек. Здесь приятная эргономика, а после рестайлинга всё стало ещё симпатичнее. То есть, симпатичная приборная панель, руль – в нашем случае классная мультимедийная система. В общем, очень хорошая аура у этого автомобиля. Все варианты трансмиссии Vito надёжны, и особых проблем не вызывают. При покупке автомобиля с механической коробкой следует прощёлкать все передачи. Люфта в кулисе быть не должно, передачи переключаться должны плавно, задняя передача должна включаться с первого раза и передачи не должны выщёлкиваться на ходу. Кулиса МКПП, её тросы и механизм включения передач – это слабое место на Vito. Люди иногда ломают рукоятку, пытаясь вбить нужную передачу. В один прекрасный день может заскрипеть или перестать работать вентилятор печки. Чтобы до него добраться, надо снимать всю панель с дефлектором и пультом управления. Затем смазать мотор и поменять контактное реле. Ещё одна неполадка в салоне Vito связана с ошибкой SRS на панели приборов. Но это не из-за проблем с подушками безопасности. Это из-за того, что отвалился контактный провод в застёжке. Застёжку можно разобрать, подпаять провод, тогда ошибка исчезнет. Либо же купить новую застёжку. По оригиналу одна застёжка стоит 50 долларов. В нашей машинке нет никаких проблем ни с вентилятором печки, ни с SRS, ни с кулисой. Но нам ещё есть, что рассказать об этой машине. Поэтому поедем на СТО. Здравствуйте. Доброго дня. Нам на диагностику. Добро пожаловать. Как вы думаете, куда мы приехали? Правильно, в новый техцентр Зауберавто на бетонном проезде 1А. где обслуживаются только Мерседесы. Сейчас посмотрим, что у Vita снизу. При осмотре Vita на подъёмнике надо обратить внимание на состояние лонжеронов, чтобы не было ржавчины. Также надо обратить внимание на состояние рулевой рейки, чтобы не было запотеваний по её сальникам. Затем надо осмотреть демпферную муфту кардана. При её растрескивании на скорости появляется гул, а также подшипники кардана, которые тоже гудят при их износе. Подвеска Vita надёжная и простая. Шаровые опоры можно поменять отдельно. Для этого надо спилить штатные заклёпки, поставить шаровую и закрепить её болтами с гайками. Такие комплекты продают производители, которые делают качественные запчасти. Заметим, что в данном автомобиле рычаги ещё оригинальные. Задняя подвеска у Vita долговечная. Сайлентблоки служат долго, но пружины иногда подводят и обламываются по самому нижнему витку. Некоторые версии Vita оборудованы пневмоподушками. Пневмоподушки выходят из строя раз и навсегда, лопаются и совершенно не держат воздух. Уже хватает заменителей подушек и цена не кусается. Многие владельцы меняют пружины на подушки, покупают ресивер и компрессор. То есть ставят сильно упрощённый, незаводской комплект пневмы без датчиков положения кузова. Эти датчики являются слабым местом. К тому же, пневмоподвеску надо специальным образом калибровать перед тем, как регулировать развал схождения. И это при том, что развал схождения регулируется только спереди. Состояние вот именно этого экземпляра под днищем хорошее. Помните, продаёт хороший человек. Ссылочка в описании. Хороший человек из компании «АвтоСтронг». Ну вот, собственно, и всё. Мы надеемся, что вам понравилась наша новая рубрика. Обязательно напишите об этом в комментариях. Уважаемые подписчики из Минска, если вы хотите, чтобы мы взяли на обзор вашу машину, обязательно напишите нам на специальную почту, которая будет в комментариях. Ну и помните, что с вами всегда было, есть и будет, компания «АвтоСтронг».